Просто о финансах. В ответ на обвинение в обмане клиентов, топ-менеджер коммерческого банка объявил о запуске финансового всеобуча для казахстанцев. Первым пройти эти курсы Михаил Амтадзе пригласил своего оппонента Ермека Нарымбаева, который объявил себя главным борцом с жадными банкирами. Те люди, которые являются частью этого общения или инициаторами, наверное, им в первую очередь надо пройти курсы по финансовой грамотности. И вот, следовательно, мы с удовольствием пригласим их всех. В финансовой всеобуче хватит 2 миллиона казахстанцев. Сначала их проанкетируют, результаты исследуют. В 2014 году будут учить. Только вот непонятно, чему конкретно. Сложной банковской терминологии или все же необходимости хорошо подумать и подсчитать свой личный бюджет, прежде чем брать кредит, к примеру, на смартфон. Партнер банка по проекту – Международный центр экономической грамотности. Его директор говорит, что тренеры готовы поехать в отдаленные аулы и учить, учить, учить людей, правильно тратить деньги. Но сама приводит не самый удачный пример финграмоты – вспоминай Тины, которые уже без малого, как 20 лет, вышли из оборота. Я предлагала вкладыш в газете «Дружные ребята и Улан» на казахском языке, это аналог «Дружных ребят». Проект называется «Приключения Тинки и его друзей». Начинание далеко не на «вы». Обозреватель делового издания Татьяна Батищева вспоминает, как в середине 2000-х государство за свой счет учило людей правильному обращению с деньгами и секретами их инвестирования. Тогда создали целое госагентство, которое потратило миллиарды тенге. К слову, Гульмира Арбабаева, которая возглавит работу по очередному финансовому всеобучу, бывший сотрудник РФЦА. Были потрачены большие бюджетные средства на формирование финансовой грамотности населения. Но в конце концов эффективность этих программ под большим вопросом. И спустя 3-4 года мы имеем исковые заявления в банке от ряда заемщиков банков о том, что заемщики считают, что банки неправомерно отчисляют им проценты. То есть программа не сработала. Размер бюджета проекта, который запускает частный банк – коммерческая тайна. Но интереснее даже не то, сколько потратят, а сколько в итоге заработают на этом банкиры в виде новых депозитов просвещенных вкладчиков или на кредитах, которые возьмут финансово грамотные клиенты. Улыбка не сходила с лица Михаила Ламтадзе все два часа, что он общался с журналистами, даже когда речь заходила про недовольных клиентов банка. Она, наверное, лучшая иллюстрация к тому, зачем нужен этот проект. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.